Отбор спортсменов в сборную Хабаровского края по судомоделированию начался в регионе. Этот этап проходит в формате юношеских соревнований на озере Рица в Хабаровске. Лучшие будут представлять края на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа. Впрочем, организаторы рассчитывают, что хобби подростков может перерасти в будущем в востребованную профессию. Полина Харечко с подробностями. Готов? Можно. Максим Воропаев – начинающий судомоделист. Школьник уже несколько лет увлечен этим видом спорта. Свою первую модель собрал из картона. Сейчас работают уже над судном из пластика. На соревнованиях управляют прямоходом. Это модель с мотором, которая может плыть только прямо. Она должна пройти сквозь ворота. За это участник получает баллы. 30 баллов. Мой корабль пошел влево, я заработаю только 30. Ну, для начала, для второго заплыва твоего – это неплохо? Ну, в принципе, неплохо, потому что в тот раз у меня вообще сломался. С этим прямоходом Максим Воропаев уже выступал на соревнованиях в прошлом году в Комсомольске-на-Амуре и проиграл. Сейчас намерен взять реванш. Спортсменам дается 4 попытки. Баллы суммируются. Максимальный результат за один заплыв – 100 баллов. Все-таки я попал в сотку. Я поняла, куда его надо направлять, чтобы он поехал туда, куда мне нужно. Участникам соревнований от 8 до 18 лет. Однако, по большому счету, возраст не главное. Куда важнее опыт. После старта прямоход отправляется в самостоятельное плавание. Капитан же остается на берегу. Но он должен все просчитать. Погодные условия, особенности модели, исправность судна. Заклеиваем на золенты, чтобы вода не проникала. Нужно просто себя в голове прокручивать ситуацию. То есть, если она у тебя ушла влево, значит, нужно чуть-чуть ее впускать под другим углом. Тогда уже будет больше баллов. То есть, нужно анализировать ситуацию, которая происходит у тебя на воде. Судомоделирование вполне может перерасти из хобби в будущую профессию, считают организаторы соревнований. У этих спортсменов инженерное мышление. Они освоили работу на различных станках, знакомы с чертежными системами. Было бы очень интересно, если бы наши выпускники пошли, конечно, работать на судостроительный завод конструкторами. Но, тем не менее, наши ребята могут пойти в любую сферу, где нужны инженера-конструкторы. Потому что мы учим, в первую очередь, проектирование. В состязании участвуют не только прямоходы, но и скоростные модели. Краевые соревнования продлятся до 2 июня. За это время судьи отберут лучших в сборную, которая отправится на следующий этап. Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа в Благовещенске.